Привет, друзья! Украина ожидает поставок многофункциональных истребителей F-16 и Mirage 2005, которые смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя и приблизить перелом в этой войне. Так ли это? Я Григорий Герман, давайте разбираться. Вообще, положив руку на сердце, тема получения Украиной истребителей западного образца — эта тема настолько наболевшая, настолько набившая оскомину, что я хотел в рамках вот этой программы создать максимально дискуссионное поле. Поэтому и пригласил двух военных экспертов, чье мнение отличается. И даже расширил круг вопросов по этим истребителям, попытавшись посмотреть на их использование более широко, чем просто «сможем ли мы ударить по Крыму» или «роль F-16 в структуре ПВО Украины». Ну, хотя бы потому, что все наши зрители, даже если их разбудит среди ночи, скажут сонным голосом «Да, F-16 смогут сбивать крылатые ракеты и шахеды, но они не смогут сбивать баллистику». Да, и после этого повернуться на другой бачок и снова заснуть. За последние несколько недель степень экспертности по «Миражам», кстати, тоже резко возросла. Тем более, что совсем недавно вышло интервью начальника авиации командования воздушных сил ВСУ бригадного генерала Сергея Голубцова, в котором все желающие получили все ответы в рамках того, что можно было рассказать. И я в том числе. Но вопросов все равно осталось множество. И ответа на самый главный вопрос – смогут ли F-16 и «Миражи» стать новым геймченджером для Украины? Пока нет. И смогут ли при поддержке с воздуха ВСУ, чего раньше не было этой поддержки, переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Уже окончательно. В этой войне. Ведь ни для кого не секрет, что да, Украина смогла защитить свой воздух на первом этапе войны. Рашистские вечнолеты где-то с середины лета 2022 года пасутся исключительно возле границ и возле линии фронта, не рискуя залетать в глубину. Потому что прекрасно понимают, чем это для них закончится. Но в то же время нельзя сказать, что Украина даже в своем небе достигла паритета с ВК СРФ. И в таких условиях наступать на земле чрезвычайно сложно. Тем более на укрепленную, зарытую в землю линию обороны, которая так и просила высокоточных американских и французских бомб. Бетонобойных. Итак, все о количествах и связанных с ними возможностях. О санитарной зоне, Крыме и западных истребителях. В разговоре с Александром Мусиенко и Сергеем Мауслендером. Оставайтесь. Будет интересно. Для начала буквально несколько слов про «Миражи». Тем более, что я знаю, что Израиль имеет такую достаточно любопытную историю взаимоотношений с этим типом самолета и с Францией вообще в принципе по поводу «Миражей». Ну да, в израильских ВВС эксплуатировались «Миражи» в свое время. Позднее была создана копия израильская. Я только не помню, насколько она была лицензионной. Опять же, по-моему, не лицензионная. Вообще не лицензионная. Да, да. Это был, по сути дела, мираж такого израильского производства, созданный, видимо, методом обратного инжиниринга. Он вполне себе успешно применялся в различных конфликтах. Но позднее Израиль перешел на авиатехнику американскую уже полностью. И сейчас у нас никакие машины, кроме американских, не эксплуатируют в военно-воздушных силах. «Миражи» 2005. Достаточно любопытный такой аппарат. Насколько он будет работать в паре с F-16? Насколько он будет работать в паре с шведскими ДРЛО? Насколько, в принципе, он сможет нам помочь? Ну, во-первых, он помочь сможет. Это достаточно многоцелевой самолет. И его особенность в том, я бы даже сказал, что он истребитель-бомбардировщик. Ведь одна из функций «Миража» именно этой модификации – наносить удары по наземных объектах. Отрабатывать достаточно мощно. Соответственно, и все, что можно подвесить, и возможности подвесить, в принципе, они не уступают тому, что поднимает Су-24 и Су-25, которые, в принципе, тоже считаются достаточно такими рабочими лошадками, хоть и устаревшими. Да, вот, собственно говоря. Поэтому я думаю, что «Миражи» как раз можно использовать вместе, или взамен Су-24, или вместе. Как раз выполняя задачи по нанесению ударов по объектам в оккупированном Крыму, либо по другим объектам, в том числе на территории России, ракетами из «Кальпи-Джи» и «Стормшедов». Ну, как минимум. Как минимум. А ведь, скажем так, если F-16 тоже способен отрабатывать как раз по наземных объектах, но он способен отрабатывать все-таки ракетами типа JASSM и другими подобными, то тут ведь речь идет о том, что тут можно, в принципе, оснащать и теми же управляемыми авиабомбами, достаточно тяжелыми и мощными, которые «Мираж» способен поднимать, и наносить удары. Фактически, я думаю, что с точки зрения поддержки нашей группировки на Земле и поддержки наших сухопутных поиск, которые выполняют задачи, это будет существенно. Ну и плюс. Собственно говоря, никто не отменял того факта, что самолет многоцелевой, соответственно, он может использоваться и как истребитель, или выполнять определенные задачи с точки зрения нанесения ударов и другими видами. В принципе, теми же ракетами-каром, которыми можно оснастить, другим видом вооружений, которыми сейчас работают самолеты Су и Миги, которые есть на вооружении Воздушных сил Украины, в принципе, достаточно серьезно. А что касается ударов по наземных объектах, важна интенсивность. И я думаю, что, конечно же, такую интенсивность обеспечат. Иначе тогда падает эффективность. А я не думаю, что Франция заинтересована в том, чтобы передать эти самолеты просто для галочки. Они их передают для выполнения конкретных задач. По поводу «Миражей» многие говорили, и вчера подтвердил командующий авиацией вооруженный ВПС Украины, о том, что F-16 достаточно требовательный к инфраструктуре, как минимум к частоте взлетно-посадочной полосы. Гриппины намного, гриппины, с этой точки зрения, идеальны. А вот как у «Миражей» с этим вопросом? Настолько они требовательны к инфраструктуре? Ну, F-16 действительно в этом смысле очень капризная машина. Очень высокое требование к состоянию вообще инфраструктуры, к самой инфраструктуре и к взлетно-посадочным полосам. Там это объясняется и наличием вот этого воздухозаборника под фюзеляжем, который ему по фронтальной проекции такой вид акулы придает. И относительно слабой стойкой переднего шасси, что не позволяет его использовать на различных малоподготовленных аэродромах. Что Гриппен действительно тоже создавался для того, чтобы использовать его для обслуживания малоподготовленным персоналом, типа солдатами срочной службы, на шоссе, на дорогах. Да, грубо говоря, на шоссе, на таких, условно говоря, временных аэродромах. Его неприхотливость тоже такая очень высокая. А Мираж он где-то посередине международный находится. Как и любая западная техника, она требовательна к обслуживанию, требовательна к состоянию инфраструктуры. Не так, как F-16, не так, как Гриппена, где-то вот примерно посередине. Потому что западная техника всегда создавалась с учетом того, что ее будут хорошо обслуживать, инфраструктура для ее обслуживания будет всегда очень высокого уровня, скажем, высокотехнологична. Так что это где-то примерно вот таким вот образом. F-16, на самом деле, насколько я понимаю, нам сейчас пока что еще передали, ну, не передали, а собираются передавать, но разрешение на дальние удары с F-16 по территории Российской Федерации пока что еще не получено. Правильно я понимаю? Ну, скажем так, Бельгия только выступила против, остальные страны, в принципе, поддержали такое решение. То есть можно, по крайней мере, страны, которые передают, это не Дорланды, это Дания, Норвегия тоже, если я не ошибаюсь, они все высказались о том, что можно эти самолеты использовать по наземных объектах на территории России, против только Бельгия. Но еще позиция США, конечно, важна, потому что самолет производства Соединенных Штатов, поэтому они тоже должны сказать слово, но я не думаю, что тут проблемы будут. Я думаю, что могут быть конкретизированы определенные объекты, по которым можно носить эти удары. Скорее всего, так и будет на первом этапе, что они должны посмотреть, как это пойдет, как будут развиваться события и так далее. Ну, а потом, скорее всего, и расширено и на другие, в том числе объекты там. Ну, за исключением Москвы. Сказали только Кремль и Москву нежелательно. Но, в принципе, мы обойдемся. Насколько я понимаю, вчера было выступление, вчера вышло интервью командующего авиации украинской, и он сказал о том, что есть три стадии. Да, это мы ползем, мы идем и мы бежим. Вот сейчас Украина находится на стадии мы ползем, и в том числе в эту стадию входит и использование полученных самолетов как части системы ПВО. Сбивать ракеты, сбивать дроны и так далее. Плюс к этому мы получили разрешение работать над территорией Российской Федерации. Означает ли это, что, условно говоря, летящие Х-101 мы будем сбивать еще над территорией Российской Федерации, где они, собственно говоря, и будут падать? Или речь не об этом? Ну, известный факт, что лучшее ПВО – это авиат, конечно. И самолеты очень хорошо подходят для перехвата и дронов, и крылатых ракет. Это, конечно, удовольствие не дешевых, но тут как бы деваться некуда, надо использовать все средства, чтобы прикрывать свою территорию. Израиль тоже этим занимается, кстати, тоже периодически поднимают самолет для перехвата дронов, например. Насчет того, где перехватывать, это нужно смотреть в каждом конкретном случае, поскольку, насколько я понимаю, страны, входящие в эту истребительную коалицию, они там, каждая отдельно определяет, как можно использовать их машины. Можно ли использовать их только над территорией Украины? Или над территорией Украины и на территорию России можно там залетать в воздушное пространство? Или поражать какие-то объекты через гранит? То есть залетать на территорию России нельзя, но учитывая дальность применения ракет, которые будут нести на себе F-16. Мы, кстати, этого пока не знаем, какие они будут нести на себе ракеты, но там есть ракеты с дальностью выше 100 километров. Можно будет поражать объекты, ракеты или самолеты через гранит в воздушном пространстве России. Поэтому это нужно будет смотреть уже по опыту боевого применения. По идее, давать такое оружие и не разрешать им пользоваться, в том числе в воздушном пространстве и хотя бы стрелять через границу ракетами, это, на мой взгляд, довольно глупо. Как ты вообще оцениваешь психологический фактор бомбардировок в глубине России, в глубине Российской Федерации? Психологический фактор для нас и, конечно же, для расистов? Для нас очень хорошо, потому что это поднятие боевого духа. Это демонстрация нашей силы, наших возможностей, наших способностей, которые только развиваются, безусловно. И это факт. А что касается России, я думаю, что большинству населения по-прежнему все равно. Им абсолютно как-то все до феи, не складывается такое впечатление. Но для нас самое важное, что каждый удар имеет практические последствия. Когда практические последствия начнут сказываться на жизни населения, в худшую сторону, они непременно начнут, тогда они начнут это и чувствовать. Тогда они всех начнут винить, власти российские, что это все из-за так называемой СВО, война, которая продолжается, обещали так быстро закончить. Вот оно должно сложиться. Потому что я скажу, ну это вообще свидетельствует о глубокой болезни общества. о глубокой, потому что состояние, когда человек человеку волк и абсолютно безразличие по поводу того, что на твоей территории происходит, и пускай горит, ну горит, подумаешь, ну горит. Ну все. Эмоция там исходная, мы слышим, кто-то, кто снимает на телефон, ой, там какие-то эмоции, маты и так далее, все-все-все. Ну и все. Поэтому, но я скажу, что когда вот это все будет переходить в практические последствия, они скажутся на жизни, тогда да. Ну то есть оно по-другому. Но нас этот результат устраивает. То есть если они хотят, чтобы пришли к этому так, через разрушение, через потери, через экономические последствия, пусть будет так. А для нас, естественно, мы демонстрируем, что в принципе Украина прогрессирует, что в 2022 году мы не могли еще так действовать, сейчас мы уже можем. Российское общество, оно очень такое фрагментированное. Там же за эти последние 20 лет разорваны все горизонтальные связи, вообще все связи там толком не существуют и разорваны. И поэтому жители, скажем, Москвы совершенно не волнуют то, что происходит в Белгороде. Жители Воронежа не интересуют то, что происходит в Кубке и так далее. То есть совершенно не волнуют. Это будет психологически действовать на тех, по кому это будет прилетать. Вот буквально. Возможности для фронта. Условно, сможем ли мы, насколько я понимаю, речь идет о том, что мы будем добиваться паритетов в воздушном пространстве с военно-космическими силами России. Пробовать его достигнуть с помощью F-16 и с помощью миражей. А можем ли мы пойти, условно говоря, дальше? Можем ли мы, например, в районе Крыма получить превосходство в воздухе? И, собственно говоря, реально его реализовать? Думаю, что это вполне возможно. Дело в том, что в принципе подготовительные меры в определенной степени сейчас они прослеживаются. Если мы посмотрим на статистику ударов по объектам оккупированному Крыму, они так или иначе связаны с ПВО. Это разведка, это РЛС, это станции обнаружения, даже станции, которые работают и по космосу, и так далее, работают против Балинии. То есть это все к тому, чтобы расчищать пространство. Я думаю, что наносить убытки противнику, российским войскам с точки зрения именно стационарных объектов. Потому что, что касается, да, объектов, которые передвигаются, там, панцирь, С-400 и так далее, естественно, их можно заменить. А вот стационарные — это потери, которые, в принципе, находились там в Крыму и выполняли определенные задания. Поэтому я думаю, что удары как раз вот эти, они направлены на то, чтобы создать соответствующие условия для будущих более интенсивных ударов. То есть для того, чтобы удары стали чаще, для того, чтобы ударов стало больше. И в принципе, для того, чтобы авиация наша стала работать еще более активнее, с меньшими там, ну, скажем так, предостережениями, потому что панцирь нужно отработать. Поэтому это вполне возможно. Я думаю, что если мы посмотрим на частоту, интенсивность ударов по Крыму, по объектам оккупантов, там можно сказать, что определенные, ну, скажем так, условия создаются прямо сейчас. Потому что потом, когда самолеты появляются, они уже начали непосредственно работать и реализовывать то, о чем мы говорим, достигать определенного превосходства в небе там. Насчет Крыма это отдельная история, потому что можно там попытаться устроить воздушную блокаду Крыма, вот, нанести там по нему какие-то массированные удары теми же ракетами, Скальп или Storm Shadow, там, с одновременным нанесением поражения ракетами наземного базирования, там, атаканцами. Потому что, насколько я понимаю, все эти ограничения, которые союзники для вас вводили, они не распространяются на Крым, как на территорию Украины, временно оккупированной Российской Федерацией. Поэтому, вот такое возможно, но, насколько это поможет наземной операции в отношении Крыма, я пока тоже сомневаюсь, потому что до Крыма еще там довольно далеко, насколько я понимаю, фронт далеко проходит. Когда мы говорили о реактивной артиллерии, о точности и дальности Хаймарса и точности и дальности систем советского производства, явно было преимущество на стороне Хаймарса. Когда мы говорили о ствольной артиллерии, 155-й калибр, Паладины, ПЗТАши, множество другое. И российские и советские аналоги явно было преимущество на стороне западной техники. Когда мы говорим об авиации, в особенности об F-16, МЛУ и в особенности об Mirage 2005, их преимущество и их сравнение с российскими самолетами не настолько велико, насколько я могу понять, в особенности, когда мы говорим не о МиГ-29, а Су-35, каких-то вот таких самолетах четвертого поколения. Поэтому у меня возникает вопрос, насколько, в принципе, с учетом того, что у нас теперь есть ГРЛО, мы способны будем побороться за господство в воздухе? В небе над Украиной возможно и вполне можем бороться. Ну, если мы не говорим в небе над Россией, понятно, там тяжело, а вот в небе над Украиной вполне. Мы, в принципе, в принципе, мы и без F-16 и без Mirage не дали России установить полное превосходство в небе над Украиной. Соответственно, использованием там ряда мер, мероприятий по сохранению наших средств противовоздушной обороны, это дало нам возможность. Сейчас укрепляется и продолжает укрепляться наша противовоздушная оборона. Соответственно, выполняются задачи по этому. Далее, те задачи, которые есть, это установить контроль в небе над оккупированными регионами. Это не настолько сложно, имея непосредственно самолеты, имея авиацию. Вполне, это вполне возможно зависит просто от количества бортов, которые мы будем получать, и вооружения. Самое главное, что у нас действительно будет ДРЛО, что можно теперь будет контролировать командные пункты воздушные, которые будут выполнять функции и не только средства обнаружения контроля, но и, в принципе, координации, и будут выполнять функции таких себе полетных командных пунктов. Поэтому, конечно же, перспективы и возможности для украинских воздушных сил они серьезно увеличиваются. Поскольку теперь можно сказать, что Мираж может идти на задание заходить, наносить удары по наземных объектах, прикрывает F-16, самолет, который идет и прикрывает эти бомбардировщики. Ну, в принципе, вот то, к чему мы должны прийти. Вопрос, опять же, к вашему историческому опыту, историческому опыту государства Израиля. Потому что больным вопросом для Украины является сейчас создание некой санитарной зоны на границах в районе Харьковской области, Сумской области. У Израиля, насколько я помню, была попытка создать такую же зону в Северном Ливане. В Южном. Да, извините, в Южном Ливане, Северный Израиль, Южный Ливан. С заходом армии, армия длительное время стояла, создавая, собственно говоря, на земле вот эту вот санитарную зону. Украинская потом вышла и, насколько я понимаю, сейчас вы же писали о том, что, судя по всему, это была ошибка выходить из Южного Ливана, потому что санитарная зона сошла на нет. Сможет ли Украина хотя бы теоретически создать с помощью беспилотников, с помощью артиллерии западной, атакам и самолетов некую санитарную зону на территории России в глубину там хотя бы 50-100 километров. Без захода войск. Да, израильская зона безопасности в Южном Ливане существовала с 1982 по 2000 год. Да, Вот тогда вот за это время развился израильский север, который превратился в тот израильский север, который был вот такой жемчужиной до 7 октября. Сейчас зона безопасности существует на нашей территории, потому что когда мы вышли из Южного Ливана, из балла очень быстро там распространилась, не быстро, а моментально, буквально моментально. никто там эти резолюции 17-0-11 без ООН выполнять не собирался, понятное дело, и вот сейчас мы имеем то, что имеем. Север превратился в одно сплошное пепелище. Я, честно говоря, при наличии у России таких средств поражения, как вот крылатые баллистические ракеты с такими дальностями полетов, не особо вижу необходимость в создании этой буферной зоны. Она лишь будет исключать возможность опять вторжения к вам. Удары с 300, вот такой вот баллистикой по приграничию по Харькову. У нас же Харьков самая больная тема. Ну, потому что без создания этой зоны тогда все время будет прилетать что-то а-ля С-300, С-400. Ну, возможно и так, но в любом случае создание буферной зоны возможно, на мой взгляд, только после разгрома российской армии и ее оттеснения куда-то дальше. Так вот, чтобы российская армия за здорово живешь сама убралась на 100 километров восточнее или севернее, я не очень вижу такую ситуацию, да. Потом эта зона не позволит применять артиллерию, там различные системы, типа реактивной артиллерии, вот их же С-300 переделанных, а все остальное оружие-то, оно никуда же не винится, какие-нибудь ракеты Искандер, например, или что-нибудь, аналог какой-нибудь, поэтому это такой момент довольно сложный. финальное, вот твое ощущение, может быть, понятное дело, что субъективное, то, что мы с тобой обсудили, миражи, эвки, французская бригада, подготовка новых бригад, наладившиеся поставки снарядов из разных источников, налаживающиеся. Есть ли у тебя ощущение, что в 2024 году действительно близок перелом в близок перелом в войне? Нет, не окончание войны в 2024 году, но какой-то ощутимый перелом. Да, он к этому все идет, потому что стираются красные линии, запад уже по-другому настроен, они по-другому реагируют, они достаточно серьезно, видно настрой серьезный такой, продолжать поддерживать Украину, отправлять вооружение, отправлять самолеты, разрешать наносить удары по территории России, поэтому это уже в определенной мере перелом, естественно. Дальше просто необходимо время, чтобы это все начало работать комплексно, и вот когда все вместе и вооружение, которое мы получаем, и поддержка, которая есть, и санкции сейчас там дополнительные и так далее, они все вместе начнут работать, я думаю, что это будет определенный переломный момент, ведь тогда у Украины появится явно больше возможностей, а у России этих возможностей особо-то не появится, вот чем вопрос, поэтому, да, я считаю, что мы имеем основания говорить о том, что перелом, он действительно возможен. Твои бы слова туда вверх, в уши, Господь, обрати внимание на этого военного эксперта, он знает, что говорит, пожалуйста, спасибо тебе огромное, единственное, что когда у нас появятся миражи, хотя бы в размере одной эскадрильи, а если дойдет до бригады вообще хорошо, то было бы неплохо назвать эту бригаду или эту эскадрилью Нормандия, тогда бы, в принципе, прекрасно бы горело то, до чего не смогут долететь наши ракеты и наши беспилотники само по себе. Нормандия, Днестр, например, и два золотых леопарда на красном фоне, на гербе. Я думаю, это было бы логично. И те французы, и эти, на французе, и наши на французских самолетах должны бить современный нацизм. Вот мы, собственно говоря, его и будем бить. Я думаю, что на данный момент все, эта тема раскрыта настолько, насколько возможно. Появится новая информация, и появятся новые разговоры. С чем я абсолютно согласен, полностью абсолютно согласен с утверждениями обоих спикеров о том, что F-16, Миражи, Гриппины, они не станут вундерваффе, чудесным оружием, которое вот хоп, появилось, а вот хоп, Путин уже подписывает капитуляцию в Кремле. Джонни, сделай мне монтаж, и в этом случае тоже не произойдет. И нас ждут и потери этих истребителей, и многочисленные успешные и неуспешные операции, и месяцы войны. И, конечно, лучше прожить эти месяцы с F-16 и с Миражами, чем без них. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.